Открытая сессия Совета Афибского городского поселения состоялась в местном Доме культуры. В работе сессии участвовали глава района Адам Джарим, заместитель председателя районного совета Руслан Римпель. Вел сессию председатель Совета Афибского городского поселения Николай Узунов. С отчетом о проделанной работе администрации за последние 10 лет перед Афибчанами выступил глава Юрий Коваленко. Но прежде чем Юрий Антонович рассказал о работе администрации, присутствующим на большом экране был показан содержательный фильм о том, что сделано за минувший год. Значительные результаты достигнуты благодаря слаженной работе команды органов местного самоуправления Афибского поселения. Развитие экономики за 10 лет позволило увеличить доходы местного бюджета, рассказал глава и о организации тепло, газа, электро и водоснабжения в поселке. О сокращении уровня безработицы при увеличении численности населения, о содержании и строительстве автомобильных дорог, развитии сети тротуаров, о капитальном ремонте учреждения культуры, о выработанной системе сбора и вывоза мусора, о планомерных мероприятиях по созданию зеленых зон, что позволило обеспечить наиболее благоприятные условия жизни, труда и отдыха людей и о решении многих других насущных вопросов. Традиционно Юрий Коваленко остановился на основных перспективах деятельности администрации в 2018 году. В 2018 году планируем продолжить мероприятие, начатое в рамках Года экологии. Это благоустройство парка поселка Клипского. Проведем работы по устройству новых детских спортивно-игровых площадок, устройство сквера во дворе дома по улице 50 лет Октября 26 и Пушкина 111. Особое внимание в текущем году уделим ремонту дороств и ковинно-песчаным покрытиям, обеспечив отток воды с дорожного полотна. Прошедший год богат на события, которые нам удалось осуществить. Четко прослеживается исполнение долгосрочных планов, которые мы либо уже выполнили, или собираемся завершить ближайшие два года. Убежден, что это только начало того огромного пути, направленного на процветание нашего любимого поселка Афибского. Особое внимание Юрий Коваленко обратил на то, что в целом на уборку мусора, замену испорченных дорожных знаков, фонарей, скамеек, урн, детских качелей, спортивных площадок и так далее в год тратятся значительные денежные средства. Эти средства можно было использовать на другие нужные дела. В заключении выступления Юрий Коваленко подчеркнул, вся деятельность главы поселения, администрации, депутатского корпуса направлена на достижение главной стратегической цели – повышению благосостояния и качества жизни граждан нашего поселка. Перед собравшимися выступили депутаты Совета Афибского городского поселения, которые дали положительную оценку работы главы и администрации за отчетный период. Затем жители задали вопросы. Людей волнуют проблемы водозабора, асфальтирование дорог, сроки работ по очистке старого кладбища, судьба саморазрушающегося здания в центре городка нефтяников и обустройство тротуаров на улицах. Юрий Коваленко ответил на все вопросы земляков. По грязной воде, три года подряд бросы грязной воды в наш новый коллектор. Я вам хочу сказать, что уже света есть, деньги есть, мы начнем делать вам эту работу. В поселении проводится множество культурно-массовых мероприятий, и в этом немалая заслуга работников культуры. Особая благодарность и признательность в адрес районной и местной власти прозвучала от работников музыкальной школы. Выразить глубокую благодарность главе района Адаму Шахметовичу Джериму, главе поселкового нашего совета Юрию Антоновичу Коваленко за оказанную помощь нашей музыкальной школе. Вот здесь в зале сидят родители, дети, родители, дедушки, бабушки, детей, которые ходят в музыкальную школу, которые не ходят, но все заинтересованы в развитии наших детей. Подводя итоги сессии, глава района Адам Джерим похвалил Юлия Коваленко и его команду за хорошую работу, а также обратился к жителям. Юрий Антонович один из лучших глав северского района, глав поселений. От вашего лица и от своего лица хочу поблагодарить Юрия Антоновича, что он на себя взял обязанность в этом году за счет своего бюджета построить модульный садик на 80 мест. Жизнь диктует новые проблемы, которые надо решать совместно. О проведении сессий в других поселениях мы расскажем в следующих выпусках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меньше становится острых проблем, жители все реже обращаются за помощью в райцентр. Адам Шахметович уже неоднократно у нас бывает, и всегда все вопросы он записывает и старается выполнять. Я думаю, что это должно на пользу народу быть. Подобные рода встречи всегда дают положительный эффект. Прежние обращения у нас были год назад, когда мы обращались по поводу подтопления. Все, конечно, все обращения, я вам скажу, это как бы не остается без внимания, выполняется качественно в срок. И спасибо Адаму Шахметовичу за то, что за поддержку нашему населенному пункту, поддержку нашего главы, поддержку нашего здравоохранения. Для станичников, далеко живущих от районного центра, очень важно получать качественное медицинское обслуживание. В завершении приема Адам Джарим провел осмотр кабинетов Новодмитриевской амбулатории, побеседовал с медицинским персоналом. Вид помещения огорчил главу района. На этот факт он указал руководителю центральной районной больницы и поручил провести косметический ремонт поликлиники уже в первом полугодии текущего года. В каждом населенном пункте есть задачи, требующие скорейшего исполнения. С целью решения актуальных проблем в львовском сельском поселении в здании местного дома культуры состоялась очередная сессия совета с участием главы района Адама Джарима, депутата Законодательного собрания Краснодарского края Андрея Куимжиева, заместителей главы администрации, главы львовского сельского поселения Александра Усатова, а также специалистов районной и местной администрации. По традиции встреча с жителями началась с отчета главы поселения о проделанной работе за прошедший год. В докладе Александр Усатый отметил, что активно ведется колоссальная работа по очистке территории всего поселения. Это и ликвидация свалок, сбор и вывоз мусора с территории кладбищ, прочистка ливневок, косметический ремонт памятников в хуторе Стефановском и Ново-Ивановском. В 2017 году выполнены работы по обновлению пешеходных переходов, устройстве автостоянки вдоль местной поликлиники, установке дорожных ограждений, обновлено асфальтовое покрытие на одной из улиц. Полностью проведена замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. Особое внимание уделено водоснабжению. В 2017 году произведена замена водопроводных труб протяженностью 3 километра. Заменена водонапорная башня в хуторе Ново-Ивановском. В данной работе активное участие принял и Львовский водоканал, который своими силами произвел замену насосного оборудования, колодцев, гидрантов и электропроводов. В ряд первоочередных задач вошли развитие культурной и спортивной жизни населения, патриотического воспитания подрастающего поколения. Особая гордость – музейная комната Львовского дома культуры. Здесь проведено более 200 мероприятий для детей, молодежи и взрослых жителей. Для учреждения приобретены кресла, звукоусилительное и сценическое световое оборудование. Подводя итоги доклада, глава поселения подчеркнул совместную эффективную работу с территориальными общественными самоуправлениями и озвучил перспективы на 2018 год. В плане работы на 2018 год – это укладка асфальтного покрытия по улице Юбилейной села Львовского, ремонт дорог с гравийным покрытием, замена и ремонт игрового оборудования в детских площадках, завершить установку новой трансформатора по станции по улице Ворошилова городок ПМК. Председатель Совета Львовского сельского поселения Роман Ивашенко рассказал о планах и задачах депутатского корпуса. Цель работы Совета Львовского сельского поселения – это рост благосостояния жителей нашего поселения. И от того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях местной власти, во многом будет зависеть успешное выполнение поставленных задач. Начальник государственного бюджетного учреждения Краснодарского края управления ветеринарией Северского района Григорий Сокол проинформировал собравшихся о заболеваниях домашнего хозяйства и соблюдении необходимости. Убедительная просьба в случае возникновения заболеваний, либо павших животных, птиц, незамедлительно обращайтесь в ветеринарную службу для принятия мер по существу, потому что легче нам на месте разобраться, локализовать те опасные заболевания, которые у нас сегодня есть. После выступлений представители администрации слово передали жителям. Основные вопросы, с которыми обращались пришедшие сельчане – это реорганизация административного здания для проведения культурных занятий и мероприятий, перебои с электроснабжением, проблемы с движением общественного транспорта, подвоза детей из хуторов на дополнительные занятия, отсутствие льготной аптеки, открытие дневного стационара, отсутствие стабильности в работе кассы, банкомата, установка дополнительных рекламных счетов и обустройство тротуаров. Для рассмотрения особо острого вопроса с песчаным карьером глава объявила о создании межведомственной комиссии для принятия дальнейшего решения. Работы в этом месте повлекли за собой жалобы жителей на просадку грунта, отсутствие воды в колодцах и скважине, появление трещин в домовладениях, а машины, перевозящие песок, разбивают местные дороги. По данной проблеме подробно пояснил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев. Официально карьера около хутора Стефановской не существует. Разработка грунтов берега Кубани ведется в соответствии с программой по расчистке его русла, которая утверждена. Это так, если по документам судить. Когда вы писали обращение, помните, мы с вами занимались, когда приостанавливали работу этого карьера, все заключения, которые были получены, я же не знаю, как они там делаются, я же вам тогда рассказывал, чтобы заказать экспертизу самим, я спорю деятельность в судебном порядке, мы с вами говорили, какие для этого нужны деньги. Все экспертизы, которые там проходят, показывают, что никакой деятельности нет, программа осуществляется. Это не карьера, это на самом деле благое дело по расчистке русла реки Кубань. Продуктивная встреча помогла наметить пути решения многих проблем жителей и определить будущую программу развития поселения. Глава района Адам Джарим все пожелания и проблемы жителей взял под личный контроль и обещал разобраться с ними в скором времени. Разительные перемены произошли в поселении, об этом и Андрей Исаев сказал. То, что было даже в прошлом году, позапрошлом, пять лет тому назад, совсем другая картина сегодня. Вы согласны со мной или нет? Близится посевная кампания 2018. Аграриев ждет битва за урожай, а сотрудников отдела миграции ОМВД по Северскому району наплыв граждан из ближнего и дальнего зарубежья, желающих заработать на полях и теплицах. По существующему законодательству все граждане, прибывающие в Россию для работы, должны пройти ряд регистрационных процедур. В прошлом году за пределы Российской Федерации с территории Северского района за нарушение правил оформления трудовых документов были выдворены 42 гражданина других государств. Чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов, в отделе МВД по Северскому району прошел круглый стол. Иностранные граждане, въезжающие на территорию Российской Федерации, обязаны зарегистрироваться, то есть встать на миграционный учет. Иностранные граждане могут находиться на территории Российской Федерации без привлечения к административной ответственности 90 дней из каждых 180 суммарно. Позаботиться о соблюдении законности должна и принимающая сторона. Работодатель, нанимающий на работу иностранного гражданина, обязан подготовить необходимый пакет документов. В первую очередь это патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство, временное убежище. Граждане, входящие в ЕС, это Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия, они могут осуществлять на территории Российской Федерации трудовую деятельность по договорам. Также руководитель предприятия должен в течение трех дней сообщить в отдел по вопросу миграции о том, что он взял на работу иностранного гражданина. Если этого не сделать, то нарушителю, независимо от формы организации, грозит солидный штраф. Зональный этап первенства Краснодарского края по волейболу стартовал в спорткомплексе поселка Афибский. Девять сильнейших женских команд края 2002-2003 годов рождения поборются за звание лучших. В своей первой игре сборная Северского района уступила команде из Крымского муниципалитета. Но уже в следующей встрече с командой Абинского района наши спортсменки одержали победу со счетом 3-2. Теперь юных волейболисток ждет встреча со сборной Василковского района. Наша задача сборной Северского района как минимум стать вторыми, третьими в этих соревнованиях и обеспечить себе соревнования на финале. Очень бы хотелось, чтобы в призовые места, хотя бы в тройку призовых мест не попали, потому что команды съедутся наисильнейшие со всего края. Завершится сезональный этап соревнований 3 февраля. Финал краевого первенства пройдет осенью в спорткомплексе поселка Афибский, где четыре сильнейшие команды края будут бороться за звание чемпионов. Редактор субтитров А.Семкин